Всем привет! Меня зовут Алёна и вы на канале Караколь Стич. Вы скажете, какая-то сумасшедшая женщина сидит в новогодней шапке. А всё почему? Потому что сегодня мы ездили в город, но не в город, а здесь недалеко. И делали свои дела, и у нас осталось время, и мы решили купить ёлку. Это немножко неожиданно для нас, но всё-таки мы не планировали покупать эту ёлочку сейчас, но, вернее, вообще даже, скажем, не планировали, потому что, скорее всего, что мы уедем на Новый год, и вернёмся только в конце января, и поэтому думали, что не будем покупать ёлочку. Но мы проезжали, столько ёлок продавали, сейчас последние уже, потому что продаются они со скидкой. В это время ёлки практически не продаются уже, то есть здесь ёлочный базар буквально одну неделю, первую неделю декабря, и потом уже продают все ёлки со скидкой, так как ёлки здесь дорогие, в районе 60-70-100 долларов. Да, они красивые, да, они пушистые, но они очень дорогие. И сейчас вот мы поехали, увидели ёлочки, 25 долларов, 20, но мы решили, почему же за такие деньги не купить. Я думала, если честно, что эти ёлки у нас привозят с Коста-Рика, но мне сказали нет, что эти ёлки канадские, поэтому они дорогие. Вот, ну, красивые стоят они долго, но, в общем-то, хотела просто чуть-чуть вас повеселить, поэтому вырядилась так, как на Новый Год, но зато думаю, что вы улыбнулись и настроение ваше тоже улучшилось. Итак, давайте сделаем вместе со мной небольшое такое путешествие и купим ёлочку, привезём её домой, установим, ну, украшать я не успеваю так хорошо, вернее, мне надо будет поехать в магазин, наверное, я поеду в понедельник, сегодня пятница, ну, может быть, суббота-воскресенье, ещё не знаю, посмотрю, как получится. Вот, и куплю там бантики, куплю игрушки, там всякие дождики и так далее, и буду доукрашать. Но сегодня я вам покажу, что у меня есть в наличии, какую мы ёлочку купили и как мы её наполовину украсили. Вечером будет очень красиво, все лампочки тут горят, всё украшено к Новому Году. Но, к сожалению, мы не можем сейчас не остановиться, не показать вам как следует. Нет, и машины здесь не дают показать получше, поближе. Очень мне нравится вот эта, снимаю с машины, вот эта церковь, очень-очень красивая. Как-нибудь я тоже обязательно схожу и зайду вовнутрь. Это Иглесия Дель Карме называется, очень красивая. Очень мне нравится. Снимаю с машины, поэтому, к сожалению, наверное, не так хорошо видно, но пытаюсь вам показать эту красоту. Выбираем ёлки. Приехали на Новый Год. 25 долларов и 20 долларов. Вот это 20 долларов, наверное, мы её и купим. Чуть-чуть попушите, 25 долларов в этом году. Ну вот ещё смотрим одно. Одно. Но оно не густо. Ну вот, купили ёлочку. 20 баксов. Пак-пак. Ой, не знаю, как мы в машину, это всё положим, если честно. И ты не тянешь ни у нас? А, окей, спасибо. Сейчас он сделает нам обмотает, её тут завяжет. Ну, сейчас ещё вам пойду покажу, где ещё тут такие ёлочки есть. Видите, уже вообще... Ну, вот эти дорогие девочки, вот эти такие пушистые, они там по 100 долларов. Она, конечно, шикарная, но за 100 долларов я покупать такую ёлку не буду. Вы видите, хороший, красивый, но 100 баксов нет. Вот эта маленькая пушистая, 25, ну что же, милковата. Вот эти 25, ну, мне кажется, мы купили классную на самом деле. Сразу irritали, а когда будет... Это grande, когда? Это, да, 60. Ага, безлично. Ли, это же красиво. Да, это красиво, но слишком красиво. Мы не можем, что мы купили, не понимаю. У тебя где? У тебя где? У тебя где где? Ну, я говорю, но я живу на городе, в городе. В городе Летон. В городе? В городе Летон. В городе. Нет, но в городе? Летон, Летония. Это наш язык его. На крыше мы привязали нашу елку Мальчик нам привяжет сейчас Чтобы у нас эти ветки окончательно не отломали И не поехали на елки Вот ребенок обрадуется Мы не собирались На самом деле ехали по другим делам Но просто сейчас уже продают елки И на самом деле через неделю Елок не будет в продаже То есть уже купить после 15 числа невозможно Сейчас уже остатки продают Уже во всех магазинах девушки скидки 70% на всю новогоднюю То есть уже продают одни остатки Я когда только сюда переехала жить Я пошла где-то в конце декабря В надежде купить игрушки там всякие И украсить елочку Ну и что вы думаете Я пришла там одна полочка какая-то С такими замызганными игрушками В общем ничего не купила Все со скидками Ну вообще кошмар конечно Но ничего Установились кокосовое молоко Купим попить холодное Сейчас я спрошу Где тут что Чтобы нам сделали Открыли И я сниму вам Как они тут делают Вот видите кокосы кучами валяются Вон видите кокосы кучами валяются Вон видите как прыгает молоко О, кушаю сейчас трубочку И... Спасибо Угу Очень вкусно. Холодненькая-холодненькая. Ммм, вкуснятка. И много здесь. Мы берем один кокос на двоих, потому что я одна целая выпить не могу. Слишком много молока. Но очень освежает и утоляет жажду. Рекомендую. Ха-ха. Сказала я. Это звучит, наверное, как издевательство. Извиняюсь. Вот там, на горизонтах, океан и горы. Я не знаю, видно вам или нет. Но вот эта голубая... А, сейчас уже скрылись мы. Не видно. Сейчас попробую, когда будет еще какая-нибудь дырка в деревьях. Тогда, может быть, видно. Нет, не видно. Не видно. Хотела вам снять такую красоту, но не получается. Смотрите, вот это национальное дерево. Огромное, оно как баба. Огромное-огромное. Кубикосы джам. Огромное, как оно называется. Вот, к сожалению... Огромное большое. Классное. Мне так нравится. И на верхушке этого дерева, как правило, делают свои гнезда. Агеля. Это национальный орел. Орел национальный. Птицы, которые... Птицы, которые водятся здесь. И вот на верхушке этого дерева, они всегда сидят и делают свои гнезда. Очень классное. Большое-большое. Жалко мы проездом никак не показать, вот если рядом встать. Ну, это, конечно, это не баба, но выглядит примерно, как маленький баба. Вот в этот участок мы подъехали в магазин, в Клазу, ладно, да, и вот, видите, с машин продают там салат, картошку на вес, ну, как колхозники, да. То есть, вот люди подходят, сами выбирают, если салатик, то они отзирают все эти листики, если сверху плохие. То есть, картошку, вот мешок большой открыли, вон женщина стоит, отбирает, которая ей нравится в пакет. Потом мужчина взвешивает, и все, и как бы чики-брики. Ну, в принципе, неплохо, на самом деле. Люди приходят, покупают, все свежее, это, ну, со своего хозяйства продают. Сейчас уже темно-темно, но мы вот устанавливаем елочку. Вот такая вот конструкция у нас для подставка для елки. Сюда вот водичка наливается, здесь вот такими, вот Апачи пришел проверять. Что ж это такое тут? Сюда вот этими болтиками, вот такими вот закручивается толщина, то есть, в принципе, для ствола огромного. Апачи это не для тебя, это не миска для питья. Ну, вот такая вот конструкция. Ну, вот мы начали украшать елочку всякими игрушечками. У меня вот здесь вот есть мои вышитые такие вот звездочки висят. Сейчас покажу вот такую еще. В этом году я как-то что-то не делала, девочки. Потом у меня есть вот такая вот матрешка. Это делала художница одна. Ее зовут Алена, она живет в Колумбии. Таких у меня разных матрешек разного цвета. Ну, сейчас будем покупать всякие дождики, еще ленточки. Пока так, пока у меня только-только начали. Ну, по крайней мере, у меня есть символ наступающего года. Собачка с котиком. Вот, девочки, видите, антибликовое стекло, а все равно бликует. Правда же? Ну, да ладно. Все знают этот сюжет. Ну, если успеешь, я ищу собачку и мережку. Ну, такие сладкие. Спят. Устали. Здесь вот у меня, не знаю, не видно, наверное, здесь у меня добавлен металлизированные ниточки зеленые, красные в шапочку. Ну, не видно так, конечно. Вот на кошечка веночек тоже. Ну, как всегда, в калибре. Куда ж без калибре. Ну, здесь тоже еще мои, мои эти пинкипчики. Там еще вот тоже такой. Ну, в общем, потихонечку, потихонечку будем дом украшать. Надо докупить ленточки, еще фонарики все вокруг дома повесить. Ну, в общем, хотя мы в этом готовы. А, кстати, вот моя эта зелененькая матрешечка, если... Ой, как мне тут вам показать-то? Вот она, красотка. Мы в этом году тоже уезжаем на Новый год. В прошлом году даже так чуть-чуть украсили, дом не украшали, потому что тоже уехали. Ну, и в этом году решили, нет, даже несмотря на то, что мы уезжаем, но хоть немножечко надо будет украсить для поднятия настроения. И у меня еще есть шишки, если я успею, я их привозила. Если я их успею, я их задекорирую, тоже еще шишки повешу. Ну, в общем, посмотрю. Планов громадье, как всегда, только почему-то ничего у меня не получается. Планирую, планирую. Мне бы и дошить, мне бы и доделать. И, в общем, как всегда, довышивать. И не получается так, как планируешь. Ну, вот такое коротенькое получилось видео. Не совсем коротенькое, но в моем формате, как я обычно делаю. Ну, кто досмотрел до конца, всем огромное спасибо. Поддержите меня пальчиками вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. И всем хорошего предновогоднего настроения. Смотрите, какое у нас солнышко. Желаю, чтобы и у вас в эти декабрьские дни, пусть будет и морозно, но, по крайней мере, и солнечно, или хотя бы солнечно на душе. Всем пока-пока. Чао. Чао.